Добрый день, мои дорогие друзья! И снова с вами на канале Лариса. Хочу вам показать и город, и рассказать небольшую историю. То, что приключилось со мной вчера. Я вчера шла по делам, по городу Химке. И когда шла, я споткнулась левой ногой что-то твердое. Ну, как бы сдвинула и решила нагнуться. Посмотреть, что же это такое. Нагнулась, достала. Это такой черный квадратик, сантиметров 15-20. Открываю, и там документы все. Это паспорт, водительское удостоверение, пропуск на работу журналистки. Название канала не буду говорить. И подхожу как раз к косметологии. Захожу и спрашиваю, девочки, не заходила ли сюда девочка, девушка. Вот это по этой фамилии, имени, отчество, дата рождения. Они говорят, ну, девчонок не так много было, но были. Сейчас, говорит, спросим, может, в страховую заходили. Пошли, спросили в страховую. Я тоже сразу с ними пошла. Назвали фамилию, имя, отчество по паспорту. И я говорю, вы не смогли бы мне дать номер телефона? Да, говорит, есть такая. Потому что, я говорю, завтра она, во-первых, не попадет на работу. И, во-вторых, она, говорю, даже за машину не может сесть. Потому что водительское удостоверение и все документы у меня. И она мне написала номер телефона. Я созвонилась сразу при них же. И минут через 10-15, наверное, девушка подъехала. И как раз вот там, где я иду, вот сейчас по этой тропинке, по тротуару, уже вечером был снег. Если бы, допустим, замело, она бы все документы потеряла. И это очень дорого бы стоило по времени, ну и по деньгам. Благо, я эти документы нашла. Вот, видите, я уже перехожу как раз, дохожу до дорожки. Вот в этом именно месте я нашла. Ну, созвонились, девушка приехала, и я ей отдала. Дорогие друзья, рекомендую. Берегите свои документы. Купите небольшую маленькую сумку нагрудную и положите ее туда. Она, видно, в руках его держала. Вот здесь вот как раз показываю это место. И выроднила. Там у нее коробка, еще что-то в руках было. Папки, наверное. И вот она получилась. Ну, как-то не доглядела, что ли. Покупайте небольшие нагрудные сумки и живите спокойно. Не нужно будет терять документов. Благо, я попалась, как бы нашла эти документы. Сообразила зайти спросить. И сразу номер телефона. И как бы она даже не успела очухнуться, что потеряла документы. Она уже доехала до дома, до своего. Ставила машину в тот момент, когда я ей звонила. И она сказала, сейчас, говорит, я к вам приеду. Ну, вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, вот сейчас я дошла уже до места. Всех благодарю за просмотр и прослушивание. Всем доброго дня, хорошего настроения. Берегите себя, не теряйте документы. Ну, и всем крепкого здоровья.